Следующий продукт, о котором бы хотелось вам напомнить, это функциональный продукт с очень большим количеством уникальных свойств, как и алоэ, это хлорелла. Хлорелла это водоросль одноклеточная, наверное, все об этом знают. Есть еще спирулина и другие виды водорослей. Хлорелла чем интересна? Она интересна тем, что большая часть хлореллы, присутствующей на рынке, производится открытым способом, то есть культивируется в водоемах, куда может попасть из окружающей среды все, что угодно, от банального мусора до осадков и, соответственно, всех других видов водорослей, сине-зеленых водорослей, бурых водорослей, которые обычно заводятся при недостатке освещения или при избытке освещения. Хлорелла наша выращивается в биореакторах, то есть создана специальная среда, заселена маточное поголовье, которое дает биомассу, которая своеобразным образом выводится из процесса культивации, причем выводится в том состоянии, когда размер клеточной стенки этой водоросли минимален, его потом при сушке разрушают для того, чтобы все вещества, которые содержатся в хлорелле, были максимально доступны человеку при перевании. При приеме внутрь. Что делает хлорелла, попадая в организм? Во-первых, это эффекты выведения токсинов из кишечника, из печени, из крови, то есть детоксикация, связывание токсинов, в том числе хлорорганических соединений, в том числе диоксинов. Также есть антиоксидантные свойства, то есть есть, когда я рассказывал вам про Амлу и рассказывал, как проводятся тесты на антиоксидантную активность, есть такой тест, называется он ОРАК, или О-Р-Э-Си-тест, и показывает, что хлорелла имеет более высокое значение этого теста, чем большинство фруктов и овощей. Это 10 тысяч микромоль на 100 грамм. Следующий показатель – это источник каких жизненно важных веществ является хлорелла. Это прежде всего лютеин, это важно для профилактики лечения дегенерации желтого пятна глаза. Это каротиноиды. Каротиноиды важны и для кожи, и для зрения, и для всех других, для функционирования организма важные вещества, вы о них знаете. Источник питательных веществ, такие как витамины, минералы, белки, аминокислоты и другие жизненно важные питательные вещества. Достаточно сказать, что процент содержания белка минимум 40-55%. В нашей хлорелле 65% белок. Остальное – это углеводы, это липиды и 10% минеральных веществ. Вообще в белке хлореллы, в отличие от белка, из которого состоит человеческое тело, больше 40 аминокислот. В том числе все незаменимые аминокислоты, поэтому хлореллу можно спокойно применять в качестве заменителя животного белка, заменителя мяса. Вот такое уникальное вещество. Итак, перечислим все свойства, которые мы на сегодняшний день имеем. Вот здесь выкладки взяты из двух исследований, интересно. Стимулируют иммунную систему человека. Возьмем, например, женское молоко до и после того, как мама, кормящая мама, стала употреблять хлореллу. Увеличилось количество в грудном молоке иммуноглобулинов практически на 50%. И снизилось количество диоксинов в грудном молоке. Мы все живем практически в городах. У нас в пороганических соединений диоксинов накапливается достаточно много. Уведение диоксинов – одна из функций хлореллы. И чтобы не кормить ребенка диоксинами, с детства кушайте хлореллу. Во-первых, у вас будет стимулироваться лактация. Все научные работы по стимулированию лактации с помощью хлореллы существуют. Как в русских народных рекомендациях – это анис, это фенхель и так далее. Вот так же хлореллу можно применять с той же абсолютно целью. Нормализует функциональную активность кишечника. Оказывает на организм противоопухолевое воздействие. Активирует деятельность макрофагов некоторых видов лимфоцитов. Улучшает микрофлору кишечника. То есть как пребиотическое средство. Укрепляет зубы и десны, устраняет неприятный запах тела. Применение на Западе и в европейских странах в основном популярность хлореллы приобрела именно из-за того, что она устраняет неприятный запах тела. Есть проблемы у некоторых людей, которые могут заливать себя дезодорантами с ног до головы, а могут просто кушать хлореллу. В чуть большем количестве, чем простые люди. Но она работает отличным дезодорантом вовнутрь. За счет того, что является детоксикатором и средством, которое выводит тяжелый металл из организма. За счет всех этих своих свойств. Ну и давайте повторим конкурентные преимущества нашей хлореллы. Во-первых, в биомассе культивируется биореактор. Как я сказал, не в открытых водоемах. Имеется полный анализ на витамины, минералы, аминокислоты. Остановка процесса культивации, роста клеток идет на стадии, когда толщина клеточной стенки минимальна. Цены вещества наиболее доступны при переваривании. Имеет отличный вкус тыквенных семечек. Имеет микробиологическую чистоту, потому что выращивается биореактор, где априори стерильна биомасса. Имеет тесты на стабильность в течение трех лет. И международную сертификацию по GMP, по ISO, а также является халяльным и кошерным продуктом. Все эти сертификаты присутствуют. То есть используется в диетарной практике ислама, кашрута. Субтитры создавал DimaTorzok